Меня зовут Светлана Амбражевич, и я действующий главный бухгалтер в Польше. Уже достаточно, я считаю, давно, 7 лет я тут тружусь на этой должности. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими знаниями по поводу налога, по поводу НДС, то есть по поводу ВАТа. Кто-то ведет уже бизнес, кто-то начинает, поэтому, может быть, я без бумажки, из своей головы, я хотела бы, может быть, систематизировать, возможно, какие-то ваши знания. Может быть, я что-то расскажу вам новое. Как функционирует ВАТ? Значит, при регистрации в Польше предприниматели, независимо от формы собственности, то есть регистрируетесь ли вы в качестве индивидуального предпринимателя или открываете какое-то, тут называется, спуку хандлево, самое распространенное, это общество с ограниченной ответственностью. Когда вы зарегистрировали уже свою деятельность, вы можете не регистрироваться для цели ВАТ. То есть у вас есть возможность работать без этой регистрации, то есть не быть плательщиком ВАТ. ВАТ такая история, она такая территориальная, и для того, чтобы зарегистрироваться, нужно обратиться к специальным заявлениям. Вообще, зачем вам это нужно? То есть зачем нужна эта регистрация ВАТ? То есть вы начинаете работать и производите какую-то продажу, то есть вы принимаете выручку, и, скажем, вы еще не зарегистрированный плательщик ВАТ. То есть самая простая система ВАТ — это налог с оборота, вы о нем абсолютно не думаете, то есть вы продаете свои услуги, берете с заказчика деньги, и, в общем, не касаясь других налогов, налога на прибыль, что касаемо оборотных налогов, это все ваше. Если ваша деятельность такова, что, в общем, нет никаких затрат, то есть вы не особо, нужно вам что-то закупать, то, в общем, история достаточно комфортная. Этим пользуются очень много индивидуальных предпринимателей, то есть маленькие фермы. Если же у вас в вашей деятельности ваши затраты, то есть покупки составляют существенную часть, то не будучи зарегистрированным плательщиком НДС, эти покупки, то есть все покупки, за что вы платите в сумме брут, то они становятся вашей себестоимостью. Поэтому если у вас такая история устраивает, то вы вполне можете не регистрироваться и работать таким образом. Правда, есть ограничения, не сказал бы большое-небольшое, то есть вы все это можете проделывать до выручки 200 тысяч злотых в год. То есть вы можете работать, не думать вообще про ВАД. Единственное замечание, что эти 200 тысяч злотых, они делятся пропорционально. То есть если вы открыли предприятие в середине года, то вы должны поделить на количество дней в году, умножить и найти для себя этот предел выручки. Вот такая история для тех, кто не хочет заниматься ВАД. Кого это пугает, возможно. Есть очень много, оказалось, таких людей, кто не хочет связываться с этим. Вообще предприниматели, они, я считаю, должны быть плательщиками ВАД. И вообще не нужно думать и бояться этого, а нужно как раз думать о том и считать свои доходы-расходы в сумме НЕТТО. То есть вы определяете цену своей услуги в сумме НЕТТО, вас абсолютно не должно волновать этот налог, который вы должны сверху взять с заказчика. И все свои покупки, то есть все свои покупки, вы должны тоже оценивать в сумме НЕТТО, тоже не волнуясь о том, что вы еще уплачиваете ВАД. То есть в том случае, когда, я так с середины совсем начала, то есть в том случае, когда ваши покупатели, это юридические лица, зарегистрированные в качестве плательщика ВАД, вот этот ВАД, который вы с них берете, он абсолютно для них нейтрален. То есть они не будут об этом думать, потому что они его точно так же, как вы от своих покупок возьмете к зачету. Значит, ставка ВАД в Польше, такая стандартная максимальная, это 23%. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве плательщика ВАД, вы в налоговую подаете специальное заявление, вы им доказываете свою территориальную принадлежность, то есть к Польше. То есть вы хотите быть зарегистрированным плательщиком ВАД в Польше, для этого вы обязательно в порядке пишете адрес, где вы будете осуществлять вот эту деятельность, какие услуги либо товары вы будете продавать с ВАДом. Для этого налоговая может попросить у вас, и скорее всего попросит какой-нибудь документ, который привязывает вас к этому адресу. То есть в основном это какой-то договор аренды. И даже очень часто она спрашивает, зачем вам этот ВАД-отват, то есть нужно написать письмо, чем вы собираетесь заниматься, и действительно зачем вам этот ВАД. То есть государство старается максимально охранить, чтобы не регистрировать каких-то странных, пустых фирм, которые просто будут там как-то обращать документы. То есть во всяком случае она вот такими своими действиями старается это сделать. Документом, который вы заявляете свое желание быть плательщиком ВАД, есть специальный документ, форма ВАД-Р, то есть вы его заполняете, и по закону после заполнения вы на следующий день уже, в общем считаетесь плательщиком ВАД, то есть на следующий день вы можете уже выставлять свою первую фактуру уже с этим налогом, считая себя, что вы плательщик ВАД. Технически происходит так, что может такое случиться, что у налоговой могут быть какие-то вопросы, замечания, то есть они могут с вами связываться, они могут иметь претензии, что вы неправильно написали заявление, либо какие-то уточнения, все это выясняется. Вот эти уточнения и всякие такие маневры, они могут занимать значительное время, иногда даже до месяца. Но в этом, в общем, не должно быть ничего страшного, вас не должно это пугать, потому что в результате вас все равно зарегистрируют с той датой, которую вы указали на заявлении, вот на этом заявлении, где вы изъявили желание быть плательщиком ВАД в Польше. Значит, после того, как вы зарегистрировались и стали плательщиком ВАД, вы все свои продажи продаете с ВАДом. Но вы находите ту ставку, которая применима к вашим продажам. То есть если вы продаете внутри Польши, либо физическим лицам, ваша ставка НДС будет, скажем, 23%. Существует перечень товаров, где есть пониженная ставка НДС. Ну, скажем, операции различные с жилым фондом. В Беларуси это вообще была ставка завольнена, то есть совсем без ВАД. В Польше это ставка 8%. То есть нужно указать, что вы там, допустим, осуществляете ремонт, либо какие-то операции с жилым фондом, есть пониженная ставка. Все эти пониженные ставки есть в специальном перечне. На продукты питания есть перечень различных пониженных ставок. Когда вы там ходите в магазин и видите, что продукты питания могут быть ставкой 8%, 5%. Это прямо по списку. И существует в Польше тоже ставка завольнена. То есть вы, будучи платежиком ВАД, вы должны оценить, есть ли у вас льгота по ВАД. Если льготы нет, то применяете вот эту 23% ставку. Если так случится, что вы продаете свои услуги, либо товары за границу, вы можете применить ставку 0%. Для того, чтобы применить ставку 0%, нужно, то есть это пониженная ставка, то есть вы не берете и не уплачиваете НДС, нужно потрудиться, чтобы доказать эту нулевую ставку. Ну, скажем, для продажи услуг это достаточно, что на своем продажном документе, на инвойсе, инвойс фактура, это один и тот же документ, вы указываете своего покупателя, то есть иностранную компанию, с адресом в другой стране. И, в общем, это такое косвенное доказательство, что у вас нулевая ставка. Дальше это организация, которая приняла от вас услугу, скажем, фактуру за услугу, она оплатила вам вслед эту услугу. То есть это косвенное доказательство, что эта компания, которая находится за границей, приняла вашу услугу, оплатила, это значит, что сделка реальна, и вы, в общем, можете применять эту нулевую ставку. Если речь идет о товарах, скажем, вы продали за границу какие-то товары, то подтверждением нулевой ставки должно служить какие-то документы, которые показывают перемещение товара. То есть в основном это какие-то транспортные документы, где из них явно видно, что товар переместился с территории Польши на другую территорию. Если товар поехал, скажем, за границу в Беларусь, то, понятно, это будет отметка куда-то там таможенных органов либо что-то такое. Если товар поехал на территорию Евросоюза либо в страну, где нет границы, то должно быть какое-то подтверждение принятия этого товара. То есть написано, что товар поехал по такому-то адресу и было ясно, что покупатель его получил. То есть товар сменил территориально в основном свое нахождение. Могут быть мелкие посылки. Иногда бывает, что люди отправляют свои товары с помощью почты, с помощью какого-то почтового оператора. Но тут уже нет особых требований. То есть такое есть доверие к почтовым операторам. И это означает, что товар пересек границу, его приняли в другом государстве, и вы можете применить вот эту нулевую ставку. Это что касаемо продажи. То есть когда вы зарегистрированный плательщик НДС, все свои услуги, товары вы продаете со ставкой НДС, но выбираете ту ставку, которая подходит для вашей продажи. Внутри Польши 23, поехали за границу, достаточно нулевая ставка, применяете, если можете. Там есть различные требования, когда это можно, но не буду вас об этом говорить. То есть теоретически вот такая история. Если вы зарегистрированный плательщик ВАД, по покупкам, совершенным на территории Польши, по платежным документам, то есть по фактурам, на которых записан ваш номер НИП, то есть нужно попросить продавца обязательно указать этот номер НИП, вы можете компенсировать свой продажный ВАД за счет вот этого покупного ВАД. Называется ВАД к зачету, думаю, все об этом знают. Вот так это работает в Польше. То есть уплата вашего ВАД будет, вы взяли ВАД от своего заказчика и уменьшили его на ту стоимость покупок, которую совершили у своих поставщиков. Если же случилась такая история, что ваш ВАД продажный меньше, чем ВАД покупной, то есть какая-то образовалась сумма к возврату в зависимости, как там вам удобно. Вы можете этот возврат перенести на следующий период. Все это делается в налоговой декларации, то есть вы точно знаете, сколько вы продали, сколько вы купили. У вас есть какая-то сумма, которая, в общем, оказалась больше, чем продажная. Вы переносите на следующий налоговый период. Если вам неудобно или у вас постоянно эти превышения, вы можете обратиться за возвратом ВАД. Это тоже делается в налоговой декларации. Просто делается пометка в специальной графе. Пожалуйста, верните. И этот возврат происходит несколькими способами. Самый распространенный — это возврат в течение 60 дней. То есть вы отмечаете, «Хочу вернуть, пожалуйста, верните вот такую-то сумму». И 60 этих дней, они считаются с момента срока подачи декларации. То есть если декларация, по общему правилу, должна быть подана до 25-го числа, даже если вы подали ее 20-го, то вот эти 60 дней начинаются, счет начинается от 25-го числа и плюс еще там 60 дней. Если вдруг случится, что вы скорректируете эту декларацию, то есть корректировки могут быть неограниченное количество раз, то ваш срок возврата постоянно сдвигается. То есть всегда назначается эта новая дата, и от которой снова считаются эти 60 дней. Есть еще возможность вернуть ватт в течение 25 дней, но на специальный ватт-счет. Сейчас два слова, что это такое, этот специальный ватт-счет. Так, издалека для предпринимателей. То есть когда, ну для юридических лиц это не касается, юридические лица открывают всегда фирменные счета, а предприниматели в Польше, они имеют право вести свою деятельность с физическими, с расчетными счетами для физических лиц. Когда предприниматель становится плательщиком НДС, ему необходимо открыть фирменный счет, потому что в Польше к фирменным счетам банки открывают так называемые счета ватт. Это технические счета, юридические лица и индивидуальные предприниматели абсолютно ими не управляют. То есть движение по этим счетам происходит только с помощью, там, банк сам оперирует этими счетами. Это было придумано буквально 4 года назад. То есть органы хотят, хотели каким-то образом контролировать вот эти суммы ватт. То есть они хотели, чтобы суммы ватт от всех продаж, они попадали на такой вот этот технический счет для того, чтобы каким-то образом придерживать его. И в тот момент, когда нужно будет заплатить налог ватт, то есть предприниматель не потратит эти деньги, потому что он не может, в общем-то, им особо распоряжаться, и эти деньги быстрее попадут в казну. То есть основная идея создания вот этих технических счетов вот была в этом. Поэтому, когда открывается счет, фирменный счет, всегда открывается счет ватт технический. Вы можете это увидеть на договоре с банком, но как бы руководить этим счетом вы абсолютно не можете. Вот я так издалека. То есть о том, что есть возможность возврата на вот этот технический счет ватт. А теперь как вы вообще можете оперировать с этим вообще-то счетом ватт. Значит, этот счет ватт еще связан с такой процедурой, она в Польше называется split payment, когда вы, оплачивая товары и услуги и получая деньги за товары и услуги, получаете основную часть, часть нетта на основной счет, а кусочек от товаров либо услуг, кусочек ватта получаете на вот этот счет ватт технический. И с этого счета ватт вы можете оплачивать налоги. То есть когда вы совершаете платеж, просто вводите платеж, банк распознает, что это налоговый платеж, он первым делом очищает счет ватт, сам автоматически, то есть вам не нужно ничего указывать. С этого счета очищаются платежи в ЗУЗ, тоже если там они лежат, какие-то денежки, то первым делом пойдут. И с этого счета еще можно платить кусочек ватт вашим поставщикам за товары и услуги. То есть вы кому-то хотите оплатить тысячу злотых за товар, плюс там 2-300 ватт, то есть 12-300 общей суммы, вы вводите в своем банковском приложении сумму 12-300, ставите галочку split payment, то есть вы хотите разделить платеж. В разных банковских приложениях это по-разному, но по-моему в основном нужно выделить эту сумму ватт, то есть выделите 2-300, и тогда при совершении такого платежа основная сумма 10 тысяч уйдет с вашего основного счета, а 2-300 очистят ваш счет ватт. То есть для людей, которые борются с очисткой, в общем, стараются очистить счет, такое совершение таких платежей очень полезно. По-разному бывает. Есть предприятия достаточно крупные, у которых вообще ни копейки на счете ватт не появляется. Это в основном какая-то международная деятельность, все, что там с нулевой ставкой, покупка нулевая ставка, продажа. А есть предприятия, которые просто бесконечно стараются, то есть получают деньги на счет ватт и максимально стараются избавиться от этих средств. Значит, любой платеж можно сделать вот в этой системе с помощью такой системы Split Payment, но есть еще обязательно, когда вы должны совершить этот платеж, то есть если ваша услуга больше, если стоимость по инвойсу больше 15 тысяч злотых, и если товары в этом инвойсе включены в специальный перечень, то есть такой специальный перечень, по-моему, номер 115, там больше 100 наименований различных услуг товаров, из того, что я помню, это какие-то там технические, там телефоны, какие-то приборы, батарейки, строительные, по-моему, услуги, то вы обязательно должны оплатить такую услугу через эту процедуру с Split Payment. То есть вы должны обязательно нажать. Даже если у вас нет там денег на ватт-счете, вы должны вот таким образом совершить, потому что когда вы делаете процедуру с Split Payment, вы не только очищаете свой счет ватт, но вы загружаете счет ватт вот этого своего контрагента. То есть, совершив, допустим, у вас на счете ватт нет совсем денег. Вы, когда совершаете обычный платеж, контрагенту на основной счет попадает вся сумма. Если вы выделяете Split Payment, то контрагенту на основной счет попадает сумма на это, а сумма ватта попадает на его ватт-счет. И вот таким образом он может распоряжаться, как я говорила, этим ватт-счетом только в ограниченном режиме. То есть это все сделано для того, чтобы максимально сохранить ватт у контрагента, и когда настанет время, в общем, платить налог, чтобы какие-то денежки были на счету. Да. Хотела еще вам рассказать про импорт услуг. То есть вначале, когда я рассказывала о счастливой жизни людей, которые не регистрируются, а-ля счастливой, в качестве платежщиков НДС, допустим, предприятие решило не работать, решило, что ему так удобно, нужно быть внимательным с импортом услуг. Импорт услуг — это тогда, когда вы покупаете какую-то услугу из-за границы. То есть когда вы покупаете, скажем, бухгалтерскую услугу, которая обязательно с НДС, то есть всегда продажа бухгалтерской услуги НДС, вы, когда покупаете в Польше, вы понимаете, сколько вы за это платите, абсолютно не обращаете на это внимания, то есть вы там не интересуетесь, есть там в ВАД, нету, вы купили. Если вы подобную услугу, либо что-то, какую-то другую услугу покупаете из-за границы, то, скорее всего, вам продадут эту услугу с нулевой ставкой. То есть контрагент, который за границей работает, он имеет право, как я уже говорила выше, за границу продать свою услугу с нулевой ставкой. И вы, оплачивая эту услугу, вот вы решили, что она так стоит, даже абсолютно не подумаете, не заметите, если вы освобожденный, если вы не платящий квад, о том, что вы еще что-то должны доплатить. На самом деле при импорте услуг происходит следующее. Если вы покупаете какую-то услугу с нулевой ставкой, не знаю, на некоторых фактурах, может, вы увидели, есть такая запись reverse change, то есть от родного потяжения по-польски, то есть вы обязаны начислить МДС по этой покупке. То есть от того, что вы покупаете, это не в Польше, вы, в общем, как-то так мимо ВАД прошли, но вы обязаны купить эту услугу с ВАД. Поэтому, покупая ее, нужно начислить сверху 23% и, в общем-то, уплатить государству. То есть покупая услугу за тысячу, думая, что за тысячу, на самом деле вы должны еще 2-300 начислить и уплатить государству. Итого, освобожденному человеку, который не зарегистрирован в качестве плательщика ВАД, такая услуга обойдется тысячу плюс 23%, плохо считаю. Если же вы зарегистрированный плательщик ВАД, у вас та же история, то есть вы должны начислить этот МДС, но вы от того, что вы зарегистрированы, вы имеете право что-то брать к зачету. Ну, в качестве ВАД вы можете брать к зачету. И технически в Польше происходит так, что начисляя этот ВАД, то есть по покупке из-за границы, начисляет 23%, и вы тут же можете взять к зачету это, то есть прямо в декларации. То есть это происходит такими техническими записями. Бухгалтер-то все записывает, вы, возможно, даже об этом не думаете. Думаете только о том, что вы приобрели услугу в сумме нет. В общем, то, о чем и должен думать предприниматель, то есть он должен всегда оперировать суммой нет. Если у вас все зарегистрировано, если вы зарегистрированный плательщик ВАД, не нужно думать вообще о ставках ВАД. То есть ВАД всегда для вас будет нейтральный. Если вы получили ВАД от заказчика, вы ровно в этой же сумме передаете это налоговым органам. Если же вы купили какой-то ВАД, вы зачитываете свой продажный, либо возвращаете, то есть всегда у вас будут покупки в сумме нет. То есть плательщикам ВАД на самом деле являются либо физические лица, которые покупают что-то с ВАД, и у них нет возможности вернуть этот ВАД, либо как раз те предприятия, которые думают, что ВАД их не касается, то есть освобожденные от ВАД, вот они как раз платят сумму ВАД, потому что они конечные покупатели, они не могут взять этот ВАД к зачету. Вот таким образом это выглядит. Покупка гостиниц. Если вы едете в командировку и покупаете гостиницу, то есть вы покупаете услугу гостиницы для своих целей, для цели вашего предприятия, то есть вы не являетесь турагентством, покупка гостиницы это не значит, что вы там людей заселили, от этого прибыль получили, там есть исключения, то вот такая покупка не дает вам возможность зачесть ВАД вот в этой услуге. То есть когда вы покупаете гостиницу, по гостинице, по-моему, ВАД 8%, вы не имеете права взять КВАД за счету, то есть вот эта вся покупка в сумме брут, и будет ваша затрата. Это такое одно из исключений, такое очень распространенное. Второе про автомобили, то есть легковые автомобили. В Польше я лично очень этому рада. Буквально лет 7 назад приняли такой закон, что замечательно, покупайте автомобили, и мы не будем от вас просить путевые листы, то есть легковые автомобили, которые вы используете и в личных целях, и в предпринимательских целях. Нам, пожалуйста, не надо доказывать, где вы какой там кусок пробежали, какая часть предпринимательская, какая часть ваша личная. Взяли и поделили. То есть покупка автомобилей легковых. Принято так, что 50% от стоимости автомобилей в АДА можно зачесть для предприятия, и разные другие траты, то есть покупка топлива, техобслуживание, замена масла, мойка, все, что связано с автомобилями, все эти покупки услуг и товаров, 50% ВАД можно взять. Это такое тоже общее правило, такое исключение, которое очень часто встречается. По легковым автомобилям есть возможность взять полный ВАД, но вот я лично в своей практике ни разу не встретила такого, то есть нужно доказать, что этот легковой автомобиль в 100% случаев используется в предпринимательской деятельности, то есть никто никуда не перемещается, никто не ездит на дачу, нужно выполнить там несколько требований, получить специальный документ, по-моему, он называется ВАД-28, могу цифры путать, и основная идея заключается в том, что вы должны доказать неиспользование автомобиля в личных целях, то есть вы должны, по-моему, иметь какой-то договор на стоянку, вы должны пометить этот автомобиль логотипом на видном месте, то есть такие вот требования, чтобы максимально исключить использование для личных целей, получить документ ВАД-28, и тогда уже, пожалуйста, весь ВАД берете к зачету. Вот такая история. Есть еще какие-то исключения, сейчас так не могу вам вспомнить, наверное, два еще слова по документам, как, то есть есть еще важность, срок действия документов, по которым можно взять этот ВАД к зачету, то есть, как я вам говорила, для того, чтобы компенсировать себе ВАД, нужно иметь фактуру, на которой в обязательном порядке будет ваш номер НИП, и это нужно для того, чтобы в налоговой системе у них там лампочка, как я говорю, красненькая, не загорелась, то есть тот, кто продал вам этот товар либо услугу, он точно так же отчитался в налоговую, он, отчет налоговый происходит так, отчет называется, это еднолики приконтрольные, то есть в этом документе в формате XML зашиты все данные, то есть что мы продали, номер фактуры, на какую стоимость, кому мы продали, и вот этот кому регистрируется там вот этим номером НИП, то есть когда вы получаете документ и хотите взять ВАД к зачету, вы должны точно быть уверенным, что этот документ попал вот в эту налоговую систему, и тогда вы след тоже пишете, вот я хочу ВАД вот в такой-то сумме, я купил от такого-то контрагента, и в налоговой как бы все совпадает, в общем, этот купил, этот продал, суммы совпадают, и вы беспрепятственно берете этот ВАД к зачету, и даже проверки, когда возврат ВАДа происходит, на самом деле, очень редко, потому что в этой системе, допустим, ну, все прозрачно и видно, то есть видно, вот продал действительно для этого контрагент, этот контрагент, честно, хочет вернуть ВАД, и бывает так, что, ну, и часто бывает так, что деньги возвращаются, и даже нет никаких там вопросов, звонков со стороны налоговой, то есть ваша задача проконтролировать, чтобы на этом документе был ваш номер неправильный, потому что даже ошибка там, если вы действительно купили ошибку в номере, это вот, в общем, налоговая вероятность 99%, что она вам позвонит, либо напишет и скажет, проверьте, то есть такого карательных действий никаких не предпринимается, обычно это выглядит, присылает письмо робот, то есть он определяет, что у него там лампочка загорелась, он пишет, пожалуйста, обратите внимание, вот по такому-такому-то документу на такую-то сумму, вот такого контрагента, нам кажется, вы ошиблись, и вы начинаете все проверять, если вы действительно находите ошибку, вы просто исправляете, отправляете там, доплачиваете, естественно, если что-то не получилось, и в общем никаких санкций больше не следует, то есть вы исправили, вы в общем имеете право ошибиться, никакого штрафа обычно не бывает, но это в том случае, если проверка вот такая вот, рутинная робота, потому что если уже какая-то налоговая проверка пришла, и она нашла какие-то ошибки, это уже немножко другая история со штрафами и всякими там подсчетами, но эти роботы достаточно хорошо работают, там время от времени получения такого сообщения, в общем ничего страшного, да, и в том числе, значит, эти роботы проверяют номер НИП, который указан правильно, и также в этой системе зашиты еще даты, то есть когда контрагент что-то продает, он обязательно указывает дату, дату создания документа, и даты продажи, то есть можно туда обратить внимание, в Польше существует несколько дат на документе, это все от того, что в Польше никогда не было бланков строгой отчетности, и любые документы, созданные на бумаге, либо вот как сейчас в электронных системах, в общем им доверяют, но какой-то порядок должен быть, поэтому в Польше очень пристально относятся к нумерации, то есть вы должны, продавая там что-то, выставляя фактуры, вы должны очень следить за нумерацией, чтобы в любой момент ответить, почему там пропущен номер, там 1, 2, 3, 4, 5, а тут вдруг 8 и 9, то есть это вот это недопустимо, это очень важно в Польше, и поэтому существуют две даты, то есть вы можете в какой-то день вспомнить, что была продажа, скажем, 10 числа, вы вспоминаете, что вы не оформили продажу, которая там была 8 числа, но уже нумерация у вас 8 числа, после 8 еще 9, выставляли уже 10, и понятно, что нумерация собьется, и тогда, не обманывая никого, и имея полное на это право, вы создаете документ с датой создания 10, но отмечаете на нем, что продажа произошла 8. И вот эти вот разницы в датах, это нормальная история, именно для того, чтобы налогоплательщики чувствовали себя уверенно, то есть они имеют право это все показать, они абсолютно не должны шугаться, что они что-то забыли, то есть любой человек может ошибиться, либо вспомнить, все поправить в нужные сроки. Вот эти, кстати, сроки, они тоже определены законодательством, то есть предприниматель должен вспомнить о всех своих продажах до 15 числа следующего месяца, то есть, допустим, закончился март, вы выставили фактуры продажи свои, и где-то там в апреле вспомнили, что что-то не оформили, и вы вот это вот вспоминание имеете право совершить до 15 числа, то есть 15 апреля, последняя дата, когда вы будете делать какой-то документ, создадите, напишите, что вы 15 апреля создали документ о продаже в марте. Технически, конечно, в жизни получается разное, бывает так, что вспоминаются позже, но вот это уже такое нарушение, уже надо чувствовать себя виноватым и надо стремиться к тому, чтобы, в общем, собирать свои документы вовремя. Вот, это я немножко отошла, я про сроки. Значит, в систему попадают в том числе вот эти даты, даты создания документа, даты продажи документа, и еще есть третья дата, которая тоже фиксируется, когда вы принимаете документы и в своей системе бухгалтерской, возможно, оформляете это все, там еще есть третья дата, дата поступления документа к учету, то есть этот документ продажный, он может сразу прийти, их как, в общем, купили, принесли и его как-то зафиксировали, а может где-то там потеряться, и вы, либо вам контрагент выслал поздно, и тогда вы самостоятельно отмечаете дату получения этого документа. Прям берете ручкой, можете писать, я получил там февральский документ в апреле, то есть, и вот от этой даты получения в Польше существует еще 4 месяца, то есть срок годности фактуры, когда вы можете взять за счет. Если эти 4 месяца прошли, то вы принимаете эту фактуру, что просчеты, в общем, у вас сошлись с клиентом, но вы не имеете права уже взять этот НДС за счет, то есть вы принимаете эту фактуру уже в сумме бруто, вздыхаете, но не могу сказать, что сделать ничего нельзя, сделать можно, то есть как из этой ситуации выйти, два способа выйти, либо вы говорите своему бухгалтеру, что мне жалко терять этот НДС, пожалуйста, давай мы вернемся, сделаем корректировку к тому месяцу, за который эта фактура была, то есть, допустим, февральская фактура, вы обнаружили там ее в июне, вы возвращаетесь, корректируете февральскую декларацию, там для того, чтобы взять этот НГЗС за счет, и это, в общем, законный способ использовать эту фактуру. И второй способ, чтобы не тревожить бухгалтера, бухгалтеры разные бывают, да, я слышала, люди, боже мой, я прошу их, пожалуйста, исправьте, у вас тут грубая ошибка, а они говорят, у нас бухгалтер берет деньги за каждую там выставленную фактуру, если я попрошу, он, во-первых, надо платить, а во-вторых, он будет злиться, и мне так очень странно, ну, как бы такое. Вот, значит, а второй способ называется дубликат, в Польше есть такая история, как дубликат фактуры, то есть ту же фактуру, вы обращаетесь к контрагенту, допустим, вы получили эту фактуру, понимаете, что НДС не можете взять к зачету, но очень хочется, и вы обращаетесь к контрагенту с таким заявлением, что вы ее потеряли, скажем, то есть она не дошла, то есть она где-то растворилась, и просите ей повторить. И это выглядит так, что контрагент делает вам точно такую же фактуру, то есть с теми же датами, еще появляется слово дубликат, и появляется дата выдачи этого дубликата. И вот эта дата выдачи дубликата является свеженькой датой, и уже от нее, от этой даты считается 4 месяца. Вот это второй способ для того, чтобы не упустить в ад. Ну, в практике бывает так, что за большие суммы как-то бьются, пытаются там как что-то сделать, но маленькие суммы бывают так, что немножко пропадают, что в общем, да, не страшно. И я все к тому, что вот эти даты все фиксируются в этой системе. И вот этот робот, если бухгалтер отметил, что фактура в феврале, выдана в феврале, продажа в феврале, получена в феврале, и вы вдруг ее запихиваете в июль, то вам, ну, то есть 4 месяца прошло, плохо считая месяца, то робот вам тоже пришлет такое сообщение, что вы знаете, вот у вас просроченная общая фактура, вы не имеете права, пожалуйста, поправьте. То есть, ну, вот такая история тоже может быть. Вот это все так автоматически, и все это проверяется. Да. По поводу возврата. Как происходит возврат? Раньше, как-то вот лет, не знаю, 5 назад, выглядело это так. То есть, когда я обращалась за возвратом, допустим, я никогда не обращалась, вот мы платили-платили НДС, и вдруг у меня переплата, я решила обратиться за возвратом. Вероятность того, что налоговый инспектор позвонит и что-то спросит, была на практически 100%. То есть, в основном, это происходило так. В основном, по телефону, либо по email, она обращается и пытается как-то проверить. То есть, она из этой суммы, которую я хочу вернуть, она видит, из чего состоят эти суммы, и она мне спрашивает, пожалуйста, покажите мне эти фактуры. То есть, пришлись мне сканы документов и пришлись мне оплаты. То есть, она еще как бы не знакома с этим предприятием, она пытается таким образом прощупать реальность этого предприятия. То есть, действительно ли вы продаете, действительно ли получаете деньги, или просто, в общем, то есть, бегаете бумажками. То есть, первое, она нашла, с кем поговорить. Это очень важно. Кто-то откликнулся. Это серьезно, действительно очень важно, потому что регистрация в ад и вот это вот обращение, покажи договор, а давайте напишем письмо. То есть, они пытаются понять, действительно ли существуют эти люди. То есть, они могут написать письмо на юридический адрес, нужно обязательно ответить. То есть, найти, что есть, а не просто там зарегистрировались. Они могут там позвонить по телефону, они могут написать на email, и нужно ответить. То есть, нужно проявиться, что действительно фирма есть, есть кто-то, кто заботится о ней. И тогда они там, нету нигде написано, что они там, какие баллы ставят. Но я думаю, они в своей системе ставят какую-то галочку там вероятности контрагента. И точно так же было с этой проверкой. То есть, она просит фактуры, она смотрит на них, как они оформлены. То есть, нормальные живые фактуры имеют там какой-то такой вид живой. Значит, она просит оплаты. Бывает так, что, ну, не по всем фактурам бывают оплаты. То есть, еще, допустим, срок не пришел. Но по каким-то есть. То есть, оплаты, они, ну, как бы подтверждают легальность. То есть, кто-то со стороны, тот, кто вам оплатил, подтверждает, что вы живые, что-то делаете. И можно вам доверять, когда происходит возврат МДС. Вот сейчас такого рода возвраты вообще такие безответные. То есть, ты обращаешься за возвратом, они тебя спокойно возвращают, никто не пишет, не звонит. Я даже не знаю, с чем это связано. Не могу даже сказать, что это связано с величиной возврата. То есть, разные, разные ситуации. И бывают маленькие, бывают большие. Но, как на практике, если возвраты большие, то есть, если крупная какая-то компания, которая регулярно что-то возвращает, то как минимум в год происходит такая проверка. И она такая уж комплексная. То есть, она тоже онлайн. Это такая проверка реальности. То есть, видимо, им нужно. То есть, я точно знаю, что в конце года они мне позвонят. И, допустим, если предприятие большое, то они какую-то делают выборку. То есть, пожалуйста, мне вот такие покажи, такие, 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 покажи оплату. Иногда это бывает, что там нужно около сотни документов собрать им, показать. И все. И после этого происходит возврат, после этого происходит доверие. И, в общем, все хорошо. Да, по поводу доверия. Я хотела сказать про вообще общение с налоговыми органами. Оно, если ты понимаешь, о чем они говорят, и вы, в общем, понимаете, что они спрашивают, и как это можно решить, и там какие-то вопросы, проблемы, то это очень приятное, в общем, общение. Они заинтересованы, чтобы с ними контактировать, выяснить ситуацию. То есть, нет вот этого порыва чего-то там оштрафовать и как-то немножко запугать. И первое обращение, как я уже нам говорила, к предпринимателям, улашаемым предпринимателям, так в скобочках вы очень заняты, нам кажется, что вы допустили ошибку, либо забыли, пожалуйста, посмотрите, там исправьте. И в течение 7 дней, то есть минимум 7 дней, дается на исправление, на поиск, там чего-то там, либо сообщение, либо написать письмо, либо просто, если вы поправили только в общем, ну, в общем и спасибо. Тогда вот такое дело. Точно так же с уплатой. Значит, ВАД. История такая, в Польше можно быть платежиком ВАД, зарегистрированным, и подавать декларации в течение месяца, либо в течение квартала. То есть, когда фирма открывается новая, то в первый год нельзя быть квартальным платежиком. То есть, это все тоже связано с тем, что они вот проверяют такое, то есть, как вы, в общем, живы-неживы, как вы долго протянете, как вы будете этот ВАД платить. Поэтому первый месяц, это месячные обязательно отчеты. И отчеты выглядят так, что сейчас уже выглядят так, значит, в форме XML. Первая часть отчета, такая, так называемая, декларативная, когда вы в общих суммах рассказываете им, что вы продали, что вы купили. То есть, вы продали на такую-то сумму, сумма вот такая-то, купили на такую сумму, сумма вот такая-то, и дальше идет разница, так, к уплате, либо к возврату. Вторая часть, это декларации. Она перечисляет все в подробностях, из чего состоят эти суммы. То есть, все-все суммы, которые указаны в декларации, подробненько, подробненько описаны, еще они состоят. А еще состоят вот то, что я вам говорила. То есть, наименование продавца или покупателя, регистрационный номер, дата продажи, дата оформления, дата получения, вот это все-все-все-все-все туда загоняется. И в таком виде декларация в формате XML отправляется раз в месяц до 25-го числа. И следующего заотчета. И до 25-го числа должна произвестись оплата. То есть, если вам нужно что-то оплатить, срок платежа это 25-е число следующего месяца. И в отличие от Беларуси, нет такой обязанности, когда там было, положить платежку. То есть, положить платежку до 22-го, иначе там была личная ответственность бухгалтера, даже если нет денег, должен положить платежку. Здесь такого нет. То есть, все знают, что платеж должен быть до 25-го числа. Нет обязанности класть эту платежку. То есть, если нет денег на счету, да и банки не могут принять, если нет денег на счету. То есть, система банковская не устроена так, что вы, может быть, некоторые устроены, кстати, что платеж лежит и ждет денег. Поэтому вы оплачиваете тогда, когда вы можете. То есть, вы придерживаетесь этой даты, но это немного, в общем там, и вот для этих целей, кстати, сделан этот счет ВАД, для того, чтобы каким-то образом сподвигнуть контрагента, чтобы он, ну, хоть как-то платил 25-го. То есть, эти деньги и так лежат на счете ВАД, ну, заплати налог. Вот таким образом. А квартальный отчет, когда вы уже имеете право, в общем, применить квартальный отчет, по-моему, это после первого года, он выглядит, в принципе, в общем, особого, особого счастья не приносит, потому что этот отчет выглядит точно так же, как вот этот первый. То есть, нет вот этой декларативной части, нет вот этой суммированной части продал, купил, и сколько к оплате, а есть вот эта вторая часть, так называемая эвиденцией, когда все-все описывается. То есть, получается, что технически нужно и так нажать кнопку и выслать эту декларацию. То есть, и так нужно собрать все данные, создать этот документ и выслать. И только пометить там себе птичечкой, вот нужно с этой частью или не нужно. То есть, ну, может быть, для тех, кому постоянно к оплате НДС, это интересно, потому что раз квартал платить. Ну, конечно, абсолютно неинтересно к тому, у кого к возврату. Ну, и, конечно, совсем неинтересно бухгалтеру, потому что, ну, ему надо вот считать, в общем-то, вот эти части, когда кварталы и прочее. и, конечно, вот эти части, Продолжение следует...